Баграт Шинкуба был не только выдающимся поэтом, но и активным участником национально-освободительного движения абхазского народа, историком, лингвистом и исследователем абхазо-адыгских языков. Также он был широко известен как маститый автор детских стихов и сказок, отметил в своей вступительной речи директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба. Шинкуба писал о своем творчестве так, стараясь не оставаться в стороне от главной дороги жизни, я по мере сил всегда следовал за моим народом в его труде, в его борьбе за будущее. Я сознаю, что мой долг писать правду жизни нашего века, раскрыть перед читателем картину времени, помочь ему глубже постигнуть истину современности. За стихами Баграта Шинкуба читается жизнь, неразрывно связанная со своим народом. Здесь сразу оказываешься в гуще его кровных интересов, его страстей и дум. Перед началом работы круглого стола советник президента по науке и культуре Владимир Зонтария засчитал приветственное слово Рауля Хаджинба к его участникам. Уважаемые гости, как вам хорошо известно, выдающийся абхазский поэт, прозаик, публицист, переводчик Баграт Васильевич Шинкуба сыграл колоссальную реформаторскую роль в развитии отечественной литературы, в углублении национальной и художественно-философской мысли. Я уверен, что проходящие ныне в нашей республике шинкубовские дни дадут новый мощный импульс творческим изысканиям мастеров литературы и искусства, расширят горизонты традиционного культурного взаимодействия многих духовно близких народов. Заслуги Баграта Шинкуба в развитии культуры родного народа, несомненно, велики. След его твердой руки, положившей начало многих важных процессов в самосознании абхазов, сегодня привел к внушительным результатам. Баграт Васильевич считал, что обычаи и нравы людей несут в себе особый код самобытности народа. Фольклор – еще одно направление, которым занимался этот человек. Баграта Шинкуба в развитии культуры родного народа, несомненно, велики и нравы людей несут в себе особый код самобытность народа. Чтобы принять участие в Круглом Столе, в республику приехали видные ученые Северного Кавказа. Многие из них долгое время специализируются на исследовании творчества абхазского поэта. Это совершенно уникальная фигура не только в истории литературы Абхазии, но и Кабарды. Спасибо вам, что вы всегда так тепло нас встречаете. В жизни каждого человека есть очень важные события. Их совсем немного, но они, наверное, определяют будущее каждого человека. Вот одним из таких знаковых событий явилось прочтение романа Баграта Шинкубы «Последний из ушедших». Это было очень давно, в середине 80-х годов, собственно, вскоре после выхода этого романа. А он вышел примерно в 78-м году, если не ошибаюсь. И эта сила воздействия была такая, что я, наверное, не ошибусь, если скажу, что этот роман определил и мои жизненные ориентиры, и, наверное, даже в какой-то степени повлиял на мою будущую судьбу. Ученый из Пятигорска, доктор филологических наук, профессор Вячеслав Шульженко представил доклад Баграт Шинкуба в поле литературы 20-го века. Мы по-разному относимся к истории 20-го века, по-разному относимся к коммунизму, к марксизму. Но мы, наверное, не вправе допускать вот эту столь категоричную, опять-таки, предельно субъективную оценку историко-литературных процессов, которые имели место в той стране, которая называлась Советский Союз. Каждое произведение Баграта Васильевича одновременно становилось своеобразным критерием и высоко заданной планкой профессионализма для новых абхазских литературных работ.